Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Начинается программа Культ поход. Светлана Удельная, Владимир Сметанин. Добрый день еще раз. Все мы еще раз хорошего окончания рабочей недели. Да, вот куда сходить и на что посмотреть. Сегодня, в грядущие выходные, сегодня мы вам, слушатели, как раз и расскажем. Очень много билетов. Мы для вас подготовили концерты, выставки, спектакли. Интересные книги лежат передо мной. И все мы это готовы вам подарить. Но, как всегда, у нас культ поход. Это не только викторина, но это еще и разговор с интересными людьми, которые к нам приходят. И сегодня у нас в гостях, во-первых, это Дмитрий Шилеев, директор галереи прогресса. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну и также легендарная личность Виктор Дорофеев, автор выставки «Флаг Родины Победа», которая открылась в галереи прогресса. Но чуть позднее, более полно представлю этого гостя. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Очень рад, что вы с нами. Да, что вы к нам сегодня пришли. Так много мы говорили про ваши выставки, про выставки вас и вашего брата. Очень хорошо. Слушатели, ну, чтобы вы уже как-то сориентировались, что сегодня вы от нас сможете получить, сейчас я озвучу как раз то, что у нас для вас имеется. Ну, во-первых, я напоминаю, что генеральный спонсор программы «Культ поход» — это «Кафе Крем», пространство, объединившее в себе кафе, караоке, арт-галерею, красивое место для проведения свадеб, конференций и семинаров. В караоке «Кафе Крем» находится по адресу «Гайдара-1». Забронировать столик можно, позвонив по номеру 444-075. И также я хочу обратить ваше внимание еще на одно заведение. Это «Гранд-буфет», который находится по адресу Октябрьский проспект 89. Но сейчас у нас время обеденное. Вы можете туда сходить и очень вкусно отобедать. Если вы не знаете, куда пойти сегодня вечером с друзьями, я вам тоже рекомендую сходить в «Гранд-буфет» на Октябрьском проспекте 89. Это, ну, там такое первое впечатление создается. Это стильный интерьер, обращаешь на это внимание. Приятная цветовая гамма, дышащее пространство. Ну, а кухня не оставит равнодушным даже самого придирчивого гурмана. Долгожданное премьер этого лета от шеф-повара «Кафе». Это обновленное меню суперсетов. Самые вкусные блюда из основного меню тщательно отобраны и скомбинированы в четыре оригинальных сета по приятной цене. Выбор, собственно говоря, за вами. Классические салаты горячие или оригинальные вкусовые решения. Может быть, экзотические рецепты. Все это вы найдете именно там. Могу сама отметить, что сеты эти очень большие и доступная цена. Здесь каждый найдет для себя любимое блюдо. Октябрьский проспект 89, «Гранд-буфет». Отправляйтесь туда. Но и мы сегодня разыграем сертификат на тысячу рублей, чтобы сходить и хорошо там время провести. Также у нас имеется два билета в кинотеатр «Киномакс». Можете вдвоем сходить, посмотреть все фильмы, которые там показывают. Пожалуйста, для вас на один из сеансов. Кинотеатр «Октябрь» продолжает нас радовать не только фильмами, но и трансляцией спектаклей различных лучших театров нашей страны. И не только нашей страны. Например, 12 июня, это будет вторник, в 18 часов балет можно посмотреть. Мэтью Борн, Кармен будет. Ресторан «Гауди» 9 июля. То есть это уже получается у нас завтра. Завтра суббота. Куда пойти вечером в 8 часов? Как время свое провести? Вот, пожалуйста, вы можете сходить в ресторан «Гауди». Там будет выступать Богдан Кияшко. Московский музыкант, он композитор, автор стихов, певец, выпускник Гнесинки. И что вот интересное, актер театра легендарного Стаса Намина. Богдан представляет новую сольную программу. Там и джаз, и рок, и сол, и авторские композиции. Но, кстати, в книжном клубе «12» концерт этого исполнителя был накануне. Наши коллеги сходили просто в восторге. Два билета, слушатели, для вас сегодня мы приготовили. Но мы билет не разыгрываем. Но сегодня, кстати, вот если вы хотите где-нибудь потанцевать, я вам рекомендую туда же, в ресторан «Гауди» сходить. Там рокобили банда «Шекерс». Усидеть невозможно под эти ритмы. Рок-н-ролл, рокобили. Так что вот сегодня вечером именно там можно хорошо тоже время провести. Ну и у Дмитрия я хочу узнать про выставки, которые в «Галерее прогресса» сейчас. А что мы сегодня, да, от «Галерее прогресса»? На что мы разыгрываем? «Дикой природы России» — это 177 снимков были выбраны. И они, компания National Geographic, в конкурсе участвовало 50 тысяч снимков со всей России. Лучшие снимки «Дикой природы России» из разных мест. 177 победителей и номинантов, два фотографа из Кирова. Это, кстати, история про то, что кто сейчас работает и очень сильно хочет в отпуск, можно сходить на эту выставку, как будто бы ты уже куда-то съездил и попутешествовал. Ну мы же всегда отдыхаем с помощью полученных впечатлений. То есть мы же ездим в отпуск за впечатлениями, можно не ехать, а сходить на выставку. Это десемли гораздо и ближе. Разыграем туда, да, на эту выставку? Да, конечно. И также приходишь на одну выставку, и можно вторую посмотреть? Да, вторая выставка, вот как раз Виктора Алексеевича Дорофеева, была открыта 22 июня и посвящается великим воинам, которые победили... Виктор Алексеевич сейчас сам расскажет. Только подождите, вот я еще, у меня тут подарочки остались. Я еще про книжки не рассказывала. Да, про книжки. У меня же еще слушатели для вас книжки есть. Нас, как всегда, поддерживает магазин «Читай город». Находится магазин по адресу Преображенская улица, 65. Мы там помним, что находится торговый центр «Театро». И там же «Читай город». Заходите, книжки покупайте. Или же на Ленина, 103А, торговый центр «Крым». Там тоже «Читай город» есть. Есть Ксения Станиславовна Лицарева, декан на филологического факультета нашего опорного вуза. Она у нас в эфире ведет программу «Дай почитать» и про некоторые книги из этого магазина рассказывает. В том числе книга «Китай в опьятиях дракона» Татьяны Грачевой сегодня на столе у меня лежит. Передо мной слушатели. Готовы я вам ее подарить? И также есть еще одна книга, но она такая с юмором, красочная. «ПП для ТП» называется. «Правильное питание для тренировочного процесса». Василий Смольный ее написал. Это автор игры «Бешеная сушка», блогер. Но я на самом деле удивилась, когда Ксения Станиславовна ее принесла. Но Ксения Станиславовна сказала, что хорошая книга. Надо всем прочитать, чтобы четко понимать, чем белки, жиры и углеводы друг от друга отличаются. И что история про то, что есть после шести нельзя, это, в общем-то, миф. Книга, слушатели, для вас, если вы следите за своим здоровьем и хотите быть стройными и красивыми. Все, вот такие подарки. Ну что, я хочу представить нашего гостя. Вот у меня написано, как, собственно говоря, нужно его представлять. Здесь есть некоторые термины, для меня неизвестные, поэтому, может быть, буду ошибаться. Сразу простите меня, пожалуйста. Значит, Виктор Дорофеев, профессиональный художник, заведующий школой искусства в Краснодаре, преподаватель, автор таких направлений современного живописного искусства, как арт-неоп и искусство неопределенности, реализм, гибридная живопись, абстракционизм, арт-невид, невиданное искусство. Автор выставки, вот как раз флаг Родина Победы, про который мы сегодня уже говорили, которая открылась к 75-летию начала Великой Отечественной войны. Ну, что я правильно представила? Правильно. Правильно, да? Да, молодец. Поздравляем, конечно, с тем, что очередная выставка представлена взором гостей. Она, выставка называется «Флаг Родины и Победа». Значит, она посвящена 70-летию Победы, 71-му году со дня начала Великой Отечественной войны. Вот такая выставка. Там имеются четыре темы на этой выставке. Значит, первая выставка – это фотография нашего папы, который сфотографирован около Рестага в 1945 году. То есть, вот такая фотография есть уникальная. Вторая тема – общая тема войны, победы, сражений, графическом живописном исполнении. Потом четвёртая и третья тема – тема Булатова, нашего земляка Ислободского, который водрузил первый Знамя Победы. Это третья тема. И четвёртая тема – графическая большая работа, посвящённая маме Степановой и её девяти сыновей, которые в Краснодаре проживали. У этой мамы в своё время ещё была десятая дочь, она жива, а девять сыновей погибли за родину. Это была известна судьба такой женщины и её сыновей. Она была известна по стране. Сейчас немножко забыта, но картины на эту тему я давно рисовал, а сейчас представил одну из этих работ. Вы сейчас живёте в Кирове, до этого жили в Краснодаре, а родились в Кирове тоже. И в Зуевке как раз жили во время Великой Отечественной войны. Да. Можно я немножко тут поподробнее расскажу. Папа у нас с 1904 года ветеран Отечественной войны. Мама с 1913 года, она жива и живёт здесь. Она ветеран Отечественной войны. Ей сейчас 103 года, пошёл 104 год. Ну давайте мы сейчас напомним, что слушатели наши вашу маму уже видели, потому что «Мисс Вселенная в 100 лет» выставка была недавно в галерее «Прогресса». Нам непосредственно можно было и с мамой познакомиться. Да, Дмитрий, расскажите про это. Ну, я немножко предысторию расскажу. Когда мы проводили дизайн-выходные два года подряд, это 2011-2012 год, и приезжали великие дизайнеры всей Руси, в том числе и Аркен Кагаров, арт-директор студии Лебедева. И приезжал Денис Башев, такой известный дизайнер, графический на сегодняшний день. Виктор Лисеевич с ним сразу же познакомился и показывал ему свои работы. Башев буквально молчаливо всё выслушал от и до конца и сказал, «Всё, Виктор Лисеевич, я ваш поклонник на всю жизнь». Вот говорю, как было на самом деле. И это вот, ну, мы со временем это поняли, потому что сейчас приходят люди культуры, искусства, обычные люди, они видят концепцию, люди из Москвы, из Санкт-Петербурга, и говорят о том, что было бы хорошо это всё показать всем. Потому что, ну, концепция сильная, где... Не только жителям нашего города. Ну, конечно же, это мировой масштаб, потому что сын посвятил своей маме выставку. А в чём концепция выставки? В том, что мама в детстве, юности мечтала быть геологом, открывать новые страны, как бы земли, и не получилось, потому что война, нужно было сыновей как бы поднимать на ноги. Ну, и потом это всё, как у всех бывает, большинство как бы стёрлось это желание, да. И поэтому там получилось так, что маме исполнилось 100 лет, и сын Виктор Алексеевич Дорофеев посвятил ей свою выставку. Он рисовал маму в образах... Царицы Руси, космонавта СССР, египетский фараон, королева Англии и даже водолаз. И интересно, что это как бы форма подачи очень современная. Вот форма подачи Виктор Алексеевича. А вот, кстати, как мама реагирует, когда вы её вот в таких образах показываете? Когда я рисую в таких образах, она, конечно, немножко удивляется, но не сильно. Главное, ей кажется, что что-то старое ты рисуешь. Я говорю, так не получается что-то у меня помоложе нарисовать. Ей же 103 года, ей кажется, она молода. То есть вот такой некоторый юмор от неё исходит. Иногда она говорит, что-то ты это неправильно рисуешь, что-то она не похожа. Ну, а я же немножко пытаюсь какой-то образ создать. И поэтому не обязательно точность там, сходство. И поэтому в какой-то степени интересно в этом смысле. Ну, она, конечно, работы не видела в целом на выставке. Но на выставке она была. Нет, на выставке она не была. Но картинки какие-то я ей, конечно, показываю. Виктор Алексеевич, сейчас для многих наших слушателей открытие. Маме 103. А вам? Да. 82 скоро будет. То есть тоже с хвостиками. То есть вот тут я хочу рассказать, что... Давайте только мы сейчас прервёмся. Большая пауза. В секунду. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культпоход. Культпоход. Антонине Семёновне Дорофеевой. Сейчас эта выставка, вот есть заказы на то, чтобы и жителям Петербурга показать, и москвичам. Не то что заказы, а люди, ну, деятели искусства, которые приезжают к нам на выставки, и они уже неоднократно делали предложения. То есть, ну, вопрос как бы реализации выставки, это достаточно длинный, может быть, в течение года. Надо, чтобы освободилась площадка и так далее. Поэтому было предложение из Петербурга, было предложение из Москвы. Сделали фотографии, записали концепцию и уехали. Приезжали сюда, по-моему, как бы с театром, точно помню, в Кировский драматический театр приезжали. Что тут ставить или в этом участвовать, не помню, как зовут. Но обратная связь есть, данные не помню. Пускай с человеком каждый день не общаешься. В общем, люди восхищаются и как-то хотят уже своим показать... Люди, которые являются экспертами в этой области. Вот это очень, как бы, важно. Та выставка, которая сейчас в галерее прогресса, которая посвящена войне, ее же показывали жителям города или нет? Или это вот работы, которые вот только... Эксклюзив. Да. Это ее вот только сейчас показываем. Ее в городе не было. Сейчас показывают, тем более, некоторые новые работы. Недавно совершенно сделаны, неделю, допустим, назад даже. И поэтому мы работаем, конечно, как бы стараемся. Ну, можно еще немножко рассказать о том, какие выставки, скажем, были недавно в галерее прогресса. Ну, допустим, была такая выставка «Семья и Родина». Это посвящено 70-летию Победы. Это в 2014 году. И она рассказывала о семье, о Родине. Тем более, и сегодняшний день семейный праздник такой. И поэтому мы как бы объединили эту тему, рассказав подробно, где мы жили, какая была наша Родина, как мы ее прожили. И про семью. А брат у вас сейчас живет в Нижнем Новгороде, да? Он сейчас живет в Нижнем Новгороде. Приезжает? Он сюда приезжает. Вот в воскресенье снова приедет. И мы, вот интересно, мы с Близнецом прожили в Вятке с родителями, родились. Потом жили в Усть-Кельмете, Шурме, Уржуме, Зуевке, Мухино, Молотовске-Налинске, Мурашах. И снова сейчас в Кирове. Вот такая интересная история у вас. Ну, практически в Кировской области. Да. Везде побывали. Получилось это реально, потому что отца переводили по работе. Он сплавал лес и был там организатором по слову леса в те времена. И поэтому нас переводили с одной вместо другой на какие-то речки малые, а потом на более большие. Давайте мы с вами продолжим разговор. Ну, параллельно начнем уже викторину для наших слушателей, потому что я уверена, что по ту сторону радиоволн есть те, кто, записав наш номер 211-101, готовы звонить нам, отвечать правильно на наши вопросы, которые мы ранее для слушателей подготовили, забирать призы, которые сейчас вот как раз на столе передо мной лежат, билеты на выставки, спектакли, концерты и книги тоже интересные. Сегодня я начинаю, да? Давай, начинай. Вот такая честь мне выпала сегодня. Ну, у меня будет традиция и загадка сегодня. Вернее, три загадки я подготовил. Все они музыкальные, и все они связаны с сегодняшним днем. Я знаю, что ты сегодня будешь тоже спрашивать про Петра и Февронию. Ты зачем сейчас это говоришь? Ты что ж такое-то? Я выдал, да? Володь, Володь, давай своим вопросом сейчас займешься, пожалуйста, для слушателей. Что ты там на бумажке написал? Давай, читай. Сегодня же день любви, семьи и верности. И вот в прошлые выходные я вспоминал, вернее, в прошлый культпоход вспоминал о известных советских фильмах, связанных с днем ГИБДД. И сегодня я хочу вспомнить легендарные, выдающиеся советские фильмы, где говорится про чувства, про любовь, где вот эта романтическая линия, она проходит через всю картину. Но решено начать с самой легкой загадки. Сейчас прозвучит небольшой отрезок мелодии, звучавшей в этом легендарном фильме. Вам остается лишь только дозвониться и назвать название этого фильма. Да, 211-101. Правила игры какие? Звоните, срочно! Правила игры какие? Вот звоните, значит, говорите и выбирайте, и сегодня у вас многообразие подарков, то, что вы себе хотите. Слушатели, у нас есть уже, да, мы будем его в эфир. Здравствуйте! Алло, добрый день, как вас зовут? Александр. Александр, ну правда ведь тут без вариантов, да, уже? Ну, конечно. Конечно. Служебный роман. Да, весь день. Чего-то я там жду. Правильно, что будете выбирать? Гранд Буфет. Гранд Буфет. Сертификат. Как неожиданно. Обычно у нас его никто не просит, никто не требует. Да, ну что, да, сертификат на тысячу рублей в Гранд Буфет, Октябрьский проспект, 89. Сегодня пойдете туда? Нет. А когда? На следующей неделе. На следующей неделе сходите. Ну что, хорошо вам время провести, трубку не кладите, наш редактор расскажет вам, как вы свой приз сможете забрать. Все с твоим вопросом, да? С моим вопросом все, два у меня есть, я один тебе могу подарить еще. Можешь мне подарить. Да, просто ты объявишь, что сейчас будет музыкальный отрывок, а вы угадываете. Хватит на всех вопросов. Нет, ну ты сейчас сказал, да, про то, какой день сегодня, а я, слушатели, в свою очередь, хочу спросить, какой символ сегодняшнего дня? Какой символ сегодняшнего дня? У нас сегодня 8 июля, солнце за окном светит, лето, прекрасный день. А символ сегодняшнего дня? Какой? 211-101? Виктор Алексеевич рвется ответить, но нет. Символ сегодняшнего дня. Символ сегодняшнего дня. Есть символ государства, много чего есть символ. Очень милый такой, на самом деле, символ. Мне симпатичен весьма. А это из какой сферы-то вообще? Из красивой. Из красивой? Да, мы же сегодня все про красоту говорим, да? Про красивые выставки. Ну, пока слушатели задумались про символ сегодняшнего дня, 211-101, вы к нам звоните, приз мы вам подарим. А сейчас давайте вот еще про эту выставку, Дима. Ну, вот впечатления-то какие? То есть вы все равно как человек сторонний, так или иначе, что можете про эту выставку рассказать? Слушатели, когда придут атмосферы, какая, что увидят? Вы имеете в виду про дикую природу России. Агент, я имею в виду как раз про выставку Виктора Алексеевича. Очень символично то, что вот мировая практика в некоторых галереях и музеях, государственных причем, современным искусством, считается, когда это сделано, к какой-то дате. То есть за неделю назад. А вот то, что уже после этого, это считается уже несовременным искусством. Виктор Алексеевич Дорофеев интуитивно работает в этом ключе. Он всегда, как бы ему это дорого, он рефлексирует на то, что происходит в нашей стране, в мире, и реализует эти проекты в своих выставках. И эта выставка как раз флаг Родины Победы была открыта 22 июня. Она продлится до конца лета? Она продлится. Она продлится, это самое главное. Вы слушатели у нас на линии. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Надежда, ну что, какой символ сегодняшнего дня? Я думаю, что ромашка. Ну, конечно. Ну, звони правильно. День, какой день семьи, любви и верности. И как раз символ ромашка. Что мне вам подарить? В Киномакс, если можно билет. Да, два билета в Киномакс. Трубку, пожалуйста, не кладите. Редактор вам расскажет, как вы билеты сможете себе забрать. Давайте, и вы тоже со слушателями поиграйте. Виктор Алексеевич, давайте вопрос. Можно мне немножко другой вопрос? По другой несколько теме. Да, пожалуйста. Ну, допустим, про художников. Вот если художник Пикассо написал кардину Герника, то она про что? Вот надо ответить. Этот вопрос связан с выставкой, которая сейчас в Галерее Прогресса, да? Есть пересечения. Пересечения есть. Да, в чем эти пересечения? Их сейчас рассказать? Ну, там главное, чтобы не прозвучал правильный ответ. Можно после вопроса, наверное. Да, слушатели, 211-101. Давайте еще раз повторим. Значит, такая выставка. Художник Пикассо Герника. Про что эта картина? О чем? О чем можно сказать? О чем или про что эта картина? Да, сюжет этой картины, что она пытается донести до зрителя. Ну, это, в общем-то, довольно известный факт. Это связано с определенными событиями, так скажем. Да? Да. Все верно, да. Пикассо, просто Виктор Висеевич, один из главных художников. Я не ошибся, Виктор Висеевич. Да, любимых. Потому что он многообразен, и это нравится. 211-101. Вот есть у нас уже дозвонившийся в эфир. Мы его выводим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Валерий. Валерий, ну давайте. О чем картина Герника? А это, по-моему, призыв против войны. Я так полагаю. Призыв против войны. Да. За мир. Можно так сказать. Можно так трактовать? Конечно, да. Она немножко символическая, да. И поэтому там действительно так. Имеется в виду война все-таки? Да, конечно. Война в... Герника это город Басков в Испании, который немцы бомбили его. И вот он написал, так он тоже из Испании и написал эту картину на эту тему. В общем, речь идет о гражданской войне в Испании накануне Второй мировой. А как это связано с вашей выставкой? А с выставкой нашей немножко связано, потому что у меня все равно работы немножко перекликаются с Пикассо. Ну, допустим, вот эта же работа, которая посвящена Степановым, она тоже немножко символическая. То есть она тоже немножко о войне, тоже о Краснодарском крае. О этой женщине, которая пережила, что дети ее погибли, защищая Родину. И она достойна и прославленная семья, это тоже, и в том числе и она. Ну, давайте нашим слушателям дадим возможность выбрать... Валерий, что вам подарить? А что есть-то я вот... Сначала слушаю, да. Да что ж такое-то. Каждый раз у нас спрашиваю. Во-первых, вы можете сходить на выставку Виктора Алексеевича Дорофеева «Флаг Родины Победы» в галерее «Прогресса». Там же выставка про природу. Дикой природы России. Да, можете посмотреть, можете пойти в кинотеатр «Октябрь» во вторник и посмотреть там балет «Кармен» в 18 часов. Или в субботу можете сходить в ресторан «Гауди». Там будет концерт «Богдан Кияшко», фортепиано-бокал. Две книги передо мной лежат «Китай в объятиях дракона» Татьяны Грачевой. И также в отеле... Все, два, балет в октябре. Что еще раз? Балет? Балет в октябре, «Кармен». Все, все хорошо. Все отлично. Так, у нас сейчас небольшая реклама. Слушатели, мы скоро к вам вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культпоход. Продолжается программа «Культпоход». Светлана Удельна, Владимир Сметанин, также Дмитрий Шиляев. У нас сегодня здесь в студии директор галереи «Прогресса» и Виктор Алексеевич Дорофеев, автор выставки «Флаг Родины Победы», которая открылась в галерее «Прогресса». Перед тем, как задаваться далее вопросы, я предлагаю еще раз пройтись под списку подарков, которые у нас еще остались. Что у нас еще не разыграно? Завтра можно пойти на концерт «Богдана Кияшко» в ресторан «Гауди». Это артист театра Стаса Намина. Фортепиано-вокал. Бывалый на его концертах. Слушатели, рекомендую вам. Также две книги есть для вас. «ПП для ТП» Василий Смольный. «Правильное питание для тренировочного процесса». Хотите быть здоровыми и красивыми, книжку забирайте. «Китай в объятиях дракона» Татьяна Грачева, автора этой книги. И также можете пойти на выставки, которые сейчас в галерее «Прогресса». Выставка, посвященная природе. И вторая выставка непосредственно нашего гостя. «Флаг Родины Победы». Дмитрий, вам задавать следующий вопрос нашим слушателям. 211-101, еще раз напомню, номер телефона. Это раскрывает суть нашего проекта «Галереи прогресса». Суть вопрос. Для нас очень главная тема. Это если двигаться вперед, развивать что-то современное, делать новое открытие, обязательно нужно знать. Это просто необходимо. Знать историю того места, в котором ты живешь. Иначе это путь с завязанными глазами. С завязанными глазами можно спотыкаться, падать, разрушать начатое и так далее. Бессмысленный труд. У вас, кстати, первая выставка, которая была в «Галереи прогресса». Вятка Станька. Автор и идеолог этой выставки. За что огромное спасибо. Максиму Сендеровичу. Потому что он принял непосредственное участие. Он заложил смысл. А «Вятка Станька» — это не революционный какой-то посыл. Это, скорее всего, посыл на пробуждение творческого. Да, пробуждение «Вятки» на творческий потенциал. Исследование самого себя. А вот, кстати, Виктор Алексеевич, работа у Макса Сендеровича нравится вам? Конечно, нравится. Вы знакомы. Знакомы, да? Поэтому вопрос, который будет озвучен от нас, связан с тем, что в каком году «Вятка» была переименована в «Киров». И нам очень нравится исследовать, рефлексировать на разные эпохи, места, в котором мы живем. Под названием «Вятка», «Киров», «Хлынов». В каком году «Вятка» была переименована в «Киров»? Виктор Алексеевич, ну вы, кстати, как читаете, «Киров» оставить или все-таки «Вятку» вернуть? Это, конечно, хорошо бы «Вятку». Но пока живем в «Кирове». 211-101, наш номер телефона, слушатели, звоните. Год, когда была переименована «Вятка» в «Киров». Простой, по-моему, вопрос. Звоните, срочно хватайте. Телефон 211-101. Ну, просто совпадает со смертью Сергея Мироновича этот год. Просто вот через пять дней буквально наш город получил другое название. Сейчас можно в библиотеку не ходить. Google. Безусловно. Ну да, все верно. 211-101, есть звонок. Есть звонок, слушатели выводим в эфир. Здравствуйте. Да, Андрей Жигалин, добрый день. Добрый день. Первое хочу передать привет, кстати, Дмитрию Ширяеву. Андрей, добрый день. А также Виктору Алексеевичу Дорофееву, замечательному художнику. Да. Ну что, давайте ответ. Ну, 34-й год, в связи со смертью Кирова. Конечно, 5 декабря. Правильно, молодец. Андрей, что выбираете? А вот в Гауди сегодня будет вечер, да? Завтра. Завтра будет Кияшка, завтра. А сегодня вот шейкеры? А сегодня шейкеры, но на них мы не разыгрываем. Просто я вот рекомендую сходить. Тогда какую-нибудь книжку. Давайте, ну вот смотрите, я вам рекомендую «Китай в объятиях дракона» Татьяны Грачевой. Да? Ага, а это как бы с фотографиями или что это по жанру? Ну, сфотографиями. То, знаете, тут даже, ну, больше, конечно, текста, но фотографии тоже есть. Ну, о чем книжка-то? Про Китай? Про Китай, про культуру Китая, да? И про культуру, и что может объединить Россию и Китай. Ну, здесь много пересечений. А ПП для ТТ это как бы для... Для ТП? Это если вы хотите похудеть. Съесть нужно, конечно. Чтобы похудеть. Так, 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 так. Ну, давайте Китай все-таки. Давайте, Китай ваш. Все, спасибо вам большое за участие. У нас Викторина еще продолжается. И вы, кстати, ПП для ТП слушатели. Для всех худеющих рекомендую, Володя, вопросы тебе. Так, вопрос, ну, сейчас, видимо, будет посложнее. Да, я напомню, что сейчас прозвучит музыка. Музыка, отрывок музыкальный, который звучал тоже в известном советском фильме. И продолжает звучать в известном советском фильме о любви. Но я немножко усложнил задачу. Сейчас прозвучит не сама композиция. Там полноценная композиция звучала в этом фильме. А минусовка на нее в такой современной обработке. Вот вспомните песню. И сразу же, надеюсь, вспомните название того фильма, в котором она звучала. Ну, понятно, да, уже? Замечательная песня. Замечательный Алексей Рыбников. Слова Рабиндрана Татагора. Да-да-да. А вот как назывался фильм, где прозвучала эта композиция? Фильм вышел в 1980 году. Ох ты, как давно. И, кстати, любопытная деталь. Это один из немногих советских фильмов, который попал в кинопрокат Соединенных Штатах Америки. Ну, концепция какая. Ты сегодня про фильмы о любви. Да, да. Фильм о любви в честь Дня любви, семьи и верности. Как называется этот фильм? Алло. Фильм? Алло. Да, как называется? Фильм называется «Вам не смелость». Конечно. Вам нравится этот фильм? Мне лично нравится. А как вас зовут? И актеры, которые уже умер. Да, Никита Михайловский. Да, Никита Михайловский и его партнерша. Татьяна Аксюта. Да, Татьяна Аксюта. А как вас зовут? А меня зовут Татьяна. Татьяна. Правильно, абсолютно замечательный фильм. Вот есть у нас еще что выбрать, что вы выбираете? Ну, из того, что выбрать, у меня осталась, по-моему, книга. Нет, вы можете сходить. Галерея прогресса еще есть. Вы можете сходить на выставку нашего сегодняшнего гостя. Виктора Алексеевича Дорофеева. Выставка «Флаг Родины Победа». Там же заодно посмотрите выставку про природу. Можете книгу взять. Ну, книга, конечно, специфическая. Либо сходить завтра. Послушайте Богдана Кияшко в ресторане «Гауди». Ну, ресторан это уже не для меня. Мне 60 лет. Ну, отчего же? Отчего же? Мне кажется, Виктор Алексеевич может поспорить с вами. Виктор Алексеевич еще в 82-й годок идет, а он еще. Ах! Ай-яй-яй! По ресторану-то, да? В «Гауди» попробую сходить. Вот «Гауди». В «Гауди» молодец. Там билет на двоих или на одного человека? Билет на двоих, конечно же. То есть вы можете с собой кого-то взять и сходить. И прекрасно завтрашний вечер провести. Трупы не кладите. Редактор вам расскажет, как вы сможете билеты эти забрать. Ну, что у нас остается? Давай, у тебя есть еще один вопрос, да? Да, есть. Собственно, еще один музыкальный отрывок. Давай, послушаем. Очень легкое задание. Вот сейчас балалайочка будет играть. В каком известном советском фильме эта балалайочка звучала? Фильм про любовь, естественно. И там еще дальше не пойду. Звоните 211-101. Хороший вопрос у тебя сегодня, Володя. Нравится мне? Думаю, душевно. Душевно, правда. Хорошо. Про любовь. 211-101. Любовью ждем вашего звонка. Как называется этот фильм? Год его выхода 1984. Главного героя зовут Василий. Его супругу зовут Надежда. Дети у них. Дом, хозяйство. И поехал он на курорт. Да, он все рассказал. И там, понимаешь, попутало. Бывает. Но все закончилось хорошо, да, Витя? Как всегда. Да. 211-101. Такой настоящий советский фильм про любовь. 211-101. Слушатели есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Это фильм «Любовь и голуби». Конечно. Наш легендарный советский фильм «Любовь и голуби». Да. У нас не так много призов осталось, но все-таки кое-что можно выбрать. Выставка «Флаг Родины Победы». Мне кажется, надо сходить, Олег. Да? И заодно природу посмотреть. Ну, у вас вариантов-то. Либо будете читать книгу про то, как похудеть. Вам актуально? Нет. Похудеть я и так худаю. Ну, все. Так. Ну, тогда на выставку. Ну, вот, конечно же, да. Выставка «Флаг Родины Победы» и также там выставка, фото-выставка «Природа России». Спасибо вам большое за участие. Трубку, пожалуйста, не кладите. Ну, что я успеваю еще разобрать. Да, видимо, последний вопрос у нас. Ну, вот у нас сегодня такая тема про любовь. Это, в общем-то, понятно, потому что день сегодня именно такой. А где любовь, там Шекспир. Где Шекспир, там любовь. Этого философа некоторые считают автором шекспировских произведений. Кто это? Ну, как известно, считают, что Уильям Шекспир – это псевдоним, под которым скрывалось иное лицо или группа лиц. Володя, знаешь, что это? Да, знаю, конечно. Ну, вот, и мне кажется, слушатели-то тоже знают 211-101. Звоните к нам. Вот что еще? Мы можем еще билеты подарить, да, в галерею прогресса? Можем, да. Вот, Виктор Алексеевич, если есть время рассказать про проект шикарный как раз, просто к этой выставке «Миссис Селенная. Сто лет» там будут еще частушки. Частушки? Выпущена книжка частушек, которую напевала в течение всей своей жизни мама Виктора Юрия Алексеевича Дорофеева. Ну, что там, да? Она как раз, эта книжка будет с рисунками самого сына Виктора Алексеевича Дорофеева. Виктор Алексеевич, ну, давайте расскажем. Можно это рассказать. Значит, эти частушки будут называться частушки от мамы 103 года. То есть это о чем частушки? Дело в том, что для своего времени эти частушки были очень в деревенском быту необходимы. Почему? Потому что для общения молодых, для знакомства, информации. Частушки разных тем, любовных, бытовых. Но у вас мама их всех знает, да, все эти частушки? Она все частушки знает. Мы записали, ну, примерно 200 частушек с ее слов. Дело в том, что она их помнит. Записали аудио или от руки? Нет, от руки. Дело в том, что иногда получалось так, что она ночью начинала частушки рассказывать. И мы быстрее на кухню бежали, включали свет и записывали эти частушки. Дима, а вы слышали, как мама, да, о частушке-то поет? Это прекрасный, любящий человек. В 103 года мы недавно отмечали день рождения. Мы с Виктором Юрием Алексеевичем Дорофеевым приходили поздравлять маму. И она пела нам частушки, периодически как бы делая паузы. Это же вот, ну, философские притчи, в которых заложен очень глубинный смысл в кратко изложенном материале. Да, несмотря на их легкость, да, такую же? Да, ну, всегда же величайшее гениальное произведение, в них есть чувство стиля и юмор. Частушка имеет прямое отношение к этому. У нас в последнюю минуту остается... Ну, кто? Нашел там в интернете кто-то правильный ответ? Да, кто там прочитал? Это английский, философ, историю, политик. Фамилия у него такая, это разновидность. Ну, перестань, что ты. Ладно, не буду подсказать. Слушатели у нас есть. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Так, Светлана. Я думаю, вот этот знаменитый английский философ Фрэнсис Бэкона. Ну, все верно, да. Я же говорю, фамилия у него такая, мясная. Бэкон. Правильно? Правильно, правильно. Конечно же, да. Без вариантов книжка вам достается, видимо, да? Ну, нет, вы можете пойти в галерею прогресса еще. Нет, давайте книжку, я книжку. А давайте в галерею прогресса сходите, да? Ну, дикой природы России, действительно, шикарная выставка. Да нет, мы вам и то и то хотим. Да вы и книжку почитаете, и выставки сходите, посмотрите. Ну, так, чтобы совсем уж хорошо время досуг свой организовать. Спасибо вам, Светлана, за участие. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли, Виктор Алексеевич. Очень мы вас давно хотели позвать. Да, и красиво здоровья вам, творческих сил. И маме тоже. Да, и маме, конечно, и брату. Спасибо вам, конечно, очень мне понравилось, что вы тут хорошо провели этот день, хорошо рассказали, хорошо отвечали зрители. Все, молодцы. Да, молодцы мы. Спасибо большое, что увидимся в галерее прогресса. Дмитрий Шиляев, директор галереи прогресса. Спасибо вам. Спасибо вам, всех на выставке. Обязательно. Ну, как бы, обязательно посмотрите «Дикой природы России». Это, может быть, не звучит так громко, как, допустим, ресторан, но это только кажется. Это только кажется, да. Светлана Узельная, Владимир Сметанин. Прощаемся с вами. Культпоход будет в следующую пятницу, также в 12 часов. Организуйте свой досуг за вкусом. Культпоход.